Слава Украине! Приветствуем от Полуанского! Чтобы вы понимали, что такое современная Россия, это вообще тяжело для понимания, но я вам хотя бы расскажу, как они к своим относятся и как они повышают своих, так сказать, военачальников. Есть там некий, был точнее, некий генерал-лейтенант, который стал генерал-полковником по фамилии Мурадов. Так вот, на той неделе Путин генерал-лейтенанта сделал генерал-полковником. Спрашивается, а за какие же заслуги вот этого вот крентеля без палки сделали генерал-полковником? Все довольно просто. Оказывается, за великую победу в Угледаре. Вдумайтесь, да? Великую победу в Угледаре. Давайте подумаем, какая же там была победа. Победа была довольно простая. Значит, этот организм, Мурадов, послал в атаку свои собственные войска. В результате около сотни, около сотни за несколько дней единиц техники они оставили на минном поле. Ну, там и минное поле, там и наши им подсыпали с артиллерией, из джавелинов и прочего. Короче говоря, мы укандропупили порядка сотни единиц техники там. И в хлам разнесли две бригады. Вообще в хлам, от них ничего не осталось. Российской армии. Продвижение российской армии составило 0 метров. Геройское, конечно, такое продвижение. Я так понимаю, что Какашенков три дня рассказывал об этом продвижении, но оно... О, как раз его тут по телевизору показывать смешно. Продвижение ровно 0 метров, но зато героическое. Что вы думаете, вот за эту великую победу, когда он, короче говоря, в хлам уничтожил собственные две бригады с техникой, с личным составом, Путин повышает этого персонажа до генерал-полковника. В любой другой стране его бы расстреляли нахрен. Вообще, ну, 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 так нельзя. Да, то есть он тупил своих солдат. И, собственно говоря, все. Это все, что он сделал. Вот его все достоинство. Его повысили. И еще о... Еще о... Отношению к собственным солдатам. Все довольно просто. Друзья мои, смотрите. Тот же сейчас террорист Дыркин жалуется постоянно на то, что те, кто получил ранение, они снимаются с довольствием. Им не платят больше боевые. Их отправляют в госпиталь, где их практически не лечат. Все лекарства за свой счет. Денег они практически не получают. То есть без боевых там вообще не серьезно говорить о каких-то там доходах. То есть у них остается без боевых там в месяц что-то 40 тысяч фублей. Я не очень понимаю, что такое фубли, но сколько-то там. Короче, копейки. Копейки, да. Меньше, чем в Эстонии пенсия у пенсионера. Ну, чтобы вы понимали по сравнению, да. А по покупательной способности так вообще ничего. И получается, что эти, значит, лежат в госпитале, где их не лечат. Все за деньги. Их жены на Москве, там, или где еще в других этих ужасных местах, там, на России, за свой счет бегают по всяким аптекам, покупают, залезают в кредиты, берут кредиты, чтобы как-то им послать, значит, медикаменты. Ну, вот так вот как-то это все выглядит. То есть, отработанный материал просто выкидывается в мусорку. А генерал, который укандропупил две собственные бригады, повышается до генерал-полковника. Ну, собственно говоря, и все, что нужно знать о современной России. Чистая людоедская страна. Если они своих пожирают, что ж говорить за наших. Слава Украине!